Утомленный океанский путник возвращается к берегам Райского острова. На протяжении тысячелетий океанические течения приносили странствующих великанов к этим волшебным берегам. Остров, где Левиафан и морские глубин скитаются вблизи суши. Одно из величайших водных представлений на Земле. Но чем же этот остров притягивает такое количество огромных океанических созданий? Столетиями Шри-Ланка и ее тайные богатства влекли к себе путешественников со всего мира. Индийских, арабских и европейских искателей приключений, чьи умы были взбудоражены рассказами о редких специях, диковинных животных, древних цивилизациях и невиданных сокровищах, непреодолимо влекло к этому сказочному острову. Они обнаружили землю изобилия, населенную сонмами божеств, толпами великанов и множеством невиданных существ. Но они даже не подозревали, что истины и сокровища Шри-Ланки можно найти еще до того, как ступишь на ее берега. Дикая Шри-Ланка Побережье гигантов Остров Шри-Ланка расположен в Индийском океане на перекрестке миграционных маршрутов различных морских животных. Неподалеку от побережья можно наблюдать наибольшее в мире скопление крупнейших из ныне живущих хищников. Кошалотов Морские кочевники постоянно находятся в движении. Исследователи океанских глубин они возвращаются из мира, куда не проникают лучи Солнца. Проведя на глубине около часа, кошелоты поднимаются, чтобы вдохнуть. Прежде чем снова нырнуть, они удобряют поверхность. Для сохранения энергии у кошелотов останавливаются биологические процессы, которые не являются жизненно необходимыми на глубине. В их число входит способность испражняться. И таким образом питательные вещества, спрятанные глубоко на дне, обеспечивают жизнь на поверхности. На открытых просторах океана самыми устойчивыми ориентирами кошелотов являются они сами. Здесь, у побережья Шри-Ланки, они собираются в большом количестве. Их стаи являются одними из самых крупных в мировом океане. На глубине почти двух километров они охотятся на гигантских кальмаров. Кашелоты — ненасытные охотники. Каждый из них съедает около тонны пищи в день. Считается, что они оглушают свою добычу резкими и громкими звуками. Но их жизнь на глубине, где давление так велико, что человека разорвало бы на части, никогда не снималась на камеру и посему остается загадкой. Так или иначе, побережье Шри-Ланки сможет удовлетворить аппетит и множество крупнейших созданий нашей планеты. Океанские воды, окружающие этот остров, абсолютно уникальны благодаря сочетанию природных и геологических особенностей. Шри-Ланка является крайней южной точкой остроконечного полуострова Индостан. В центральной части острова расположены горы, окруженные кольцом плодородных прибрежных низменностей, занимающих большую часть территории. Обилие рек и удивительные погодные условия представляют собой идеальные компоненты подводного рая. К востоку, западу и югу от острова океан простирается на тысячи километров. Не только киты, но и многочисленные косяки рыб и огромные стаи морских птиц преодолевают тысячи километров океана, чтобы достичь этих берегов изобилия. Некоторые пловцы не видели сушу до Шри-Ланки вот уже несколько лет, а может и десятилетий. Зелёные черепаха Один из пяти видов морских черепах, которые рождаются на этих берегах. Близится момент, которого она ждала 20 лет. Долгие годы черепаха путешествовала по течениям на глубине океана. Но сейчас ей надо набраться сил. Поэтому она вернулась на залитое солнцем мелководье, где найти, чем поживиться, легче, чем в открытых водах. Черепаха собирает морскую траву и водоросли, поднятые на поверхность волнами. Науке пока неизвестно, каким образом черепахи точно знают, к какому берегу должны вернуться. Это берег, на котором они родились? И на котором отложат свои яйца. Тайна изобилия вод Шри-Ланки кроется в более чем ста километрах отсюда. Эта история начинается на высочайших вершинах. Шри-Ланка – земля, питаемая дождем. Теплые муссоны, дующие из Бенгальского залива, приносят влагу с моря. Дойдя до Центрального Нагорья, они поднимаются, охлаждаются, и тогда образовывается северо-восточный муссон. Прошло несколько недель с тех пор, как упала первая капля дождя. Когда, наконец, появляются муссонные облака, Нагорье насыщаются водой. Метры осадков всего за несколько месяцев. Они питают 105 главных рек, а это просто невероятное количество, учитывая скромные размеры острова. Реки, которые берут свое начало в туманных высокогорных лесах, являются разгадкой тайны изобилия морей, окружающих Шри-Ланку. Пробирая сквозь непроходимые джунгли, они смывают с гор листья и различные осадки. Впитав в себя полезные вещества земли, эти реки омывают обширные плантации зеленого золота, знаменитого цейлонского чая. Они текут через широкие равнины, которые окружают остров. Где живительные воды питают огромные стада диких животных. А те, в свою очередь, добавляют в них свои отходы, тем самым обогащая реки питательными веществами. Наконец, эти реки встречаются с морем в соленых болотах, где произрастают мангровые леса. Эта земля является переходной зоной между морем и побережьем. У листьев мангровых деревьев есть специальные железы, которые выделяют кристаллы соли, позволяя деревьям выдержать натиск приливов. Произрастая из затопленной заболочной почвы, корни деревьев торчат над водой, словно пальцы мертвеца. Мангровые деревья являются необходимой колыбелью для маленьких рыбок, обеспечивая им защиту от хищников. В условиях такой конкуренции один обитатель мангровых зарослей разработал удивительный способ поживиться с ясным. Во-первых, он обладает глазами двойного действия. Нижняя часть его глаза используется в мутной воде на глубине, а верхняя часть предназначена для слежения за добычей на поверхности. Во-вторых, прижимая язык к желобку у основания рта, он таким образом формирует нечто наподобие пушки. И стреляет. Промахнувшись, он перезаряжает свое оружие и снова прицеливается. У молодой рыбки-брызгуна поимка добычи может занять несколько попыток. Ей надо научиться оценивать искажения и отражения в воде. Удивительно, как брызгун может создавать водную стрелу до шести раз мощнее силы его собственных мышц. Рассвет на границе Мангрового леса. Прибыли самые яркие сезонные посетители. Красных фламинго назвали так потому, что ярко-розовые перья на их крыльях подобны из-за компламени. Они следуют за отливом дальше в лагуну. Вода должна быть нужной глубины. Покачивая ногами, фламинго взбалтывают ил. Погружая клювы в воду, они вылавливают оттуда водоросли и креветок, которые водятся в изобилие в устье реки. Самцы сражаются за положение в группе. Благодаря такому рациону фламинго могут значительно увеличиться в размерах. Самые крупные самцы достигают полутора метров в высоту. Говорят мы то, что мы едим. И именно кератиновые пигменты, содержащиеся в водорослях и ракообразных, придают фламинго их отличительный окрас. Минералы и органические вещества сотен рек и ручьё впитают многообразие прибрежной жизни. Постоянные потоки пресной воды обуславливают изобилие морей, окружающих Шри-Ланку. Несколько раболовецких судов выдвинулись навстречу волнам. Бесчисленные косяки рыбы замерли в ожидании. Прибыли охотники. Тунцы. Рыбные косяки сходят с пути хищников. Тысячи мерцающих тел пытаются сбить с толку охотников. Весь косяк пульсирует в едином ритме. Но сами тунцы находятся в не меньшей опасности. Сверху их поджидают рыбаки, для которых тунец — главный источник прибыли. Главное — только его поймать. Тунцов нельзя обнаружить с поверхности, но рыбакам помогают лучшие акробаты всех морей. Длиннорылые дельфины часто плывут поблизости косяков тунца. Огромные стаи из тысяч дельфинов собираются у побережья. Детеныши стараются держаться поближе к матерям. Длиннорылые дельфины, которых еще называют вертящимися дельфинами, полностью соответствуют этому прозвищу. Выпрыгивая из воды на несколько метров, они совершают вращение. Дельфины пробуют этот трюк с раннего возраста. Но тут нужен опыт. Почему эти дельфины вращаются, остается загадкой. Одни считают, что таким образом они общаются. другие, что так они избавляются от паразитов на коже. Но, возможно, они делают это только потому, что у них получается. Эти огромные скопления дельфинов самые большие в мире. Однако из-за чрезмерного промысла местных и индийских рыбаков они могут стать лишь тенью того, что было раньше. сезон дождей оставляет после себя богатый улов. Например, золотых рыбок. Побережье место перспективное для всех. Дневной улов привлекает и белых цапель. Они прибегают к хитрости и ждут удобного момента, чтобы украсть чужую добычу. однако некоторые предпочитают все делать самостоятельно. В лагуне стаи бакланов ныряют за рыбой. Работая небольшими группами, они сгоняют косяк вместе. Чтобы проглотить рыбу, баклан сначала ломает ей кости. Но если он зазевается, то кто-то может умыкнуть его обед. У большинства морских птиц водоотталкивающие перья, но не у бакланов. Это делает его прекрасным ныряльщиком. Несмотря на это, его перья все же требуют просушки. Стаи больших бакланов, белых цапель и индийских клювачей собрались в огромные взбудораженные гнездовые колонии. Когда еды вдоволь, самое время обзавестись семьей. И к соседу, белобрюхому орлану, тоже пора гнездиться. Эти грациозные птицы выбирают себе партнера на всю жизнь. ежегодные совместные акробатические полеты призваны поддержать и упрочить связь пары. Эти птицы самые крупные на острове. Их вес сможет достигать 4,5 килограммов. Так что найти дерево, которое сможет выдержать всю семью, довольно непросто. священное фиговое дерево возвышается над сельскохозяйственными угодьями. Оно прекрасно подходит для строительства дома. Из года в год они пользовались одним и тем же гнездом, которое превратилось в огромную груду веток. У пары есть птенец шестинедель от роду. По мере того, как он взрослеет, они увеличивают перерывы между его приемами пищи. Возможно, для того, чтобы побудить его к полету. Птенец ждет, чтобы его покормили, но у родителей похожи другие заботы. орланы терпеть не могут обезьян. Это чувство взаимно. Орланы и вороны тоже плохо уживаются вместе. священное дерево служит домом для многих и некоторые его обитатели, как, например, пальмовые белки, являются прекрасными соседями. Чего не скажешь о воронах. Они постоянно донимают орланов, потому что видят в этих хищниках угрозу. на деле белобрюхи орланы питаются преимущественно тем, что поймали в море. Когда взрослые орланы подкрадываются к добыче, их белая брюшка сливается с ярким небом. Снизу он практически незаметен. птенец еще не готов к полету. Наконец-то свежая рыба. Однако после столь длительного голодного ожидания птенец показывает отцу свое недовольство. Через несколько недель он уже сможет сам добывать себе пищу. соблазненные иллюзии нескончаемого изобилия рыбаки постоянно эксплуатируют богатство моря. Они продолжают забрасывать свои сети по ночам. Сейчас самое сухое время в году и на море спокойно. Наша будущая мать знает, ее время пришло. Черепаха медленно уползает туда, где волны не достанут ее. На земле ее ласты неповоротливы. Эта черепаха родилась на этом берегу и теперь она снова здесь, чтобы отложить уже свои яйца. Сегодня она продолжит ритуал, исполнявшийся ее предками. Эта сцена разыгрывалась на побережье с доисторических времен. Черепаха аккуратно закапывает свою кладку. Яйца должны оставаться сухими. Они будут находиться в песке семь недель. Теперь она возвращается в море. разные биологические виды используют одно и то же побережье. Жизнь завершит свой цикл всего через несколько минут. Пока один вид черепах откладывает яйца, детеныши других уже вылупились. Нетерпеливая оливковая черепашка первой из своих сородичей добралась до поверхности. Они находились в песке несколько недель. Им пришлось ждать, пока песок остынет, чтобы понять, что наступила ночь. Вскоре к ней присоединятся братья и сестры, и песок будет кишеть маленькими черепашками. Они знают, в каком направлении нужно двигаться. Возможно, дело в песчаном склоне или отблесках волн в лунном свете. Но каким-то образом маленькие черепашки чувствуют море. Будучи размером всего в несколько сантиметров, они вынуждены столкнуться с переселением сразу после рождения. Изнурительное начало жизненного пути. Вынуждены делать передышки после нескольких шагов, они участвуют в гонках против солнца. Возможно, именно карабкаясь по берегу маленькие черепашки вырабатывают свой внутренний компас, запечатлевая на нем расположение своего дома. Большинство из них успеет добраться до воды в темноте. с наступлением рассвета просыпаются хищники. Слетаются вороны. Детеныши черепах станут желанным завтраком. поскольку этому виду грозит вымирание, то каждый из этих малышей бесценен. Ученые рассчитали, что даже из тысячи тех, кто успеет добраться до воды, лишь один доживет до полового созревания. Отставший боец изнурен и должен отдохнуть перед финальным рывком. Это было роковой ошибкой. Впереди ждет еще множество опасностей. Но те, кто успел покинуть берег, дают шанс выжить этому исчезающему виду. На юго-западе страны второй муссон возвещает о своем прибытии. Земля насыщена влагой. Реки несут в своих водах питательные вещества. Этим землям повезло с двумя муссонами. Северо-восточным и юго-западным. Это значит, что где-то на острове обязательно идет дождь. После муссона поднимаются волны. Сезонные ветры снова обогатили воды питательными веществами. Будто гигантские и человекоподобные цапли, рыбаки на традиционных для Шри-Ланки ходулях ждут прибытия косяков скумбрии и сельди. Происхождение этой необычной традиции затеряно в мифах. Согласно легенде, после Второй мировой войны один находчивый рыбак никак не мог найти подходящий камень, чтобы рыбачить с него. Тогда, использовав металлические шесты, оставленные отступающими отрядами, он сделал свое личное идеальное место для рыбалки к зависти своих соперников. Эту идею вскоре подхватили остальные. Бесконечные косяки скумбрии не пропускают солнечные лучи под воду. Их челюсти широко раскрыты. Так они вылавливают планктон из недавно обогащенных вод. Косяки рифовых рыб, желтополосых цезио и рыб-ласточек смешиваются друг с другом. Только вот это вовсе не риф. Неестественные углы и идеальные окружности намекают на прошлую жизнь. Грузовые корабли, рыболовные суда и военные крейсеры покрывают дно побережья Шри-Ланки. Самый крупный порт Шри-Ланки сильно уязвим. Из-за сильных морских и муссонных ветров эти воды могут быть весьма опасными. Однако именно они поддерживают морские течения и в скором времени обломки кораблей займут новые поселенцы. Разнообразные существа облюбовали это место. Обломки обеспечивают их и пищей и укрытием. Рыбы питаются морскими водорослями, растущими на каркасах кораблей. Здесь довольно много обитателей. Рыба ласточка охраняет свой клочок и собирает водоросли. У нее тут собственный огород и она пропалывает свой урожай, удаляя нежелательные водоросли со своего участка, тем самым помогая расти водорослям, которые нужны ей. Ярко-красный круг на этой мачте это клочок багряных водорослей, который рыба ласточкой переваивает гораздо легче, чем все остальные. Однако это место популярно среди желающих поживиться чужим добром. Жизнь в таком близком соседстве с другими рыбами толкает на нетрадиционные способы добычи пищи и порождает странные отношения. Рыба здесь занимаются не только разведением водорослей, но и уборкой. Этот слегка безумный голубой губанчик рекламирует свой бизнес. Странно плавая, двигаясь вверх и вниз и веляя хвостом, он дает понять проплывающим мимо рыбам, что он и его дамы принимают клиентов. Желтополосы и цезио замечают его танец. Небольшая группа отделяется от косяка и останавливается у очистительной станции губанчиков. Скоро здесь собирается очередь желающих. Таким образом цезио очищаются, а губанчики получают обед. Без их помощи невозможно избавиться от паразитов и отмерших тканей. Самец крупнее самок своего гарема. Но среди самок существует строгая иерархия. Постоянная борьба за власть здесь отнюдь не редкость. После смерти самца вышестоящая самка изменит пол и займет руководящую должность. Быстрое освоение обломков новой жизнью говорит о богатствах прибрежных вод Шри-Ланки. В сочетании с геологическими особенностями это изобилие создает уникальные условия, которых не встретить нигде более. Материковый шельф очень узкий и вдоль этого отрезка отмели глубина резко увеличивается. Наличие глубоких вод так близко к суши предоставляет океанским гигантам доступ к острову. Подъемы вод, образованные встречей холодных глубоких и теплых мелких течений, доставляют планктон с глубин на поверхность. Благодаря двум мусонам, которые постоянно обогащают море питательными веществами, сюда привлекает самых крупных животных на планете. Это единственное место на Земле, где круглый год синих китов можно увидеть так близко к берегу. Их язык больше слона, и они могут поглотить до 4 том пищи в день. Эти загадочные существа длиной в 25 метров обычно путешествуют по мировому океану. Появляясь из волн, они доставляют на поверхность прилипал, которые путешествуют на китах. Но эти гиганты не собираются уплывать далеко. Кажется, их все устраивает на Шри-Ланке. И в водах, омывающих этот остров, звучит особая песня. По какой-то причине синие киты здесь издают другие звуки. Их неоднократно записывали. Их песня состоит из четырех нот. Это одно из немногих мест на земле, которое стало для китов постоянным домом. И, возможно, их ода восхваляет богатство вод Шри-Ланки. Вероятно, у этого острова есть собственные уникальные биологические подвиды, которые эволюционировали, чтобы больше соответствовать этому богатому краю. море. Существование шри-Ланкийской популяции самых могущественных морских млекопитающих изучалось учеными лишь несколько последних десятилетий. гигантах, живущих в этих водах. Некоторые даже верят, что вся природа Шри-Ланки охраняется местным буддийским культом. Ученые только начинают понимать, почему эти киты собираются здесь. Чтобы насытить так много китов, побережье Шри-Ланки должно оставаться изобильным и плодородным. Тем не менее, судьба моря, привязанных суши и рекам, которые питают ее. Леса Шри-Ланки стремительно сокращаются. И стада диких животных вытеснена на самую маленькую часть острова. Древняя Шри-Ланка создала эту землю так, чтобы она приносила пользу природе. Сможет ли современная Шри-Ланка научиться делать то же самое? Программа озвучена на студии Велес. Текст читал Олег Белов.